Новая ледовая арена должна появиться на этом участке земли, на улице Партизана-Железняка, неподалеку от недостроенного здания КПСС, которое предстоит снести вместе с началом строительства. Появление еще одной ледовой арены обсудили на комиссии законодательного собрания края по подготовке к универсиаде. Согласно проекту, стоимость которого более 160 миллионов рублей, спорткомплекс будет вмещать 3,5 тысячи зрителей и будет состоять из основной и тренировочной зоны. Под его строительство выделено более 6 гектаров земли. Кстати, на месте здания бывшего крайкома организуют парковку на 400 с лишним мест. Однако с воплощением планов в жизнь возникли заминки, докладывают в Управлении капитального строительства. Документация все еще находится на госэкспертизе, хотя должна была пройти ее еще в декабре прошлого года. Плюс дополнительные требования безопасности предъявили МЧС и другие силовые структуры. Также по требованиям силовых структур необходимо согласовать и проектную документацию. Все замечания, которые выставлялись в ходе предоставления рассмотрения силовым структурам, какие замечания были выставлены. Значит, все замечания на сегодняшний день учтены. И 29 декабря 2015 года проектная документация направлена на согласование с силовой структурой. В настоящее время она находится на рассмотрении. Значит, ждем согласования, либо каких-то замечаний, которые также будут устранены. Такой ситуацией депутаты остались недовольны. Однако заверили говорить о том, что сроки сдачи арены срываются, нет оснований. Я думаю, что все равно люфт какой-то всегда существует. Есть, как говорится, риски какие-то, их учитывают. Может быть, и когда определяли срок, там с запасом делали, чтобы не опоздать. Так что это все еще ситуация рабочая. Уже сегодня исправленную версию проекта должны рассмотреть в МЧС. Что касается госэкспертизы, то ее заключение в УКСИ получат в период с 25 февраля по 19 марта. Заключить же контракт с подрядчиком должны уже 29 апреля. Чтобы арена была сдана вовремя, депутаты поручили дирекции универсиады взять это на особый контроль. Мы сейчас правительству и дирекцию универсиады обозначаем эту проблему, чтобы она была услышана. Сегодня от представителя дирекции мы услышали, что они видят эту проблему и будут рассматривать на оргкомитете как раз в дни экономического форума в Красноярске. Поэтому я думаю, что оргкомитет скорректирует сроки. По проекту, ледовая арена на партизана Железняка должна открыть свои двери в третьем квартале 2018 года. Во время универсиады в ее стенах проведут соревнования по хоккею. Также она рассчитана на занятия по шорт-треку и фигурному катанию. Александр Ловицкий, Алексей Овсянников. Новости. er основная форума под корректируема.